Здравствуйте, уважаемые читатели Смоленской Народной Газеты! Сегодня у нас в гостях Борис Линденко, бывший главный архитектор города Смоленска. Здравствуйте, Борис Владимирович! Добрый день! Бывшим вы стали, я так понимаю, только с сегодняшнего дня. Еще вчера вы были главным архитектором города Смоленска. Вас уволили, насколько я понимаю, после резких высказываний губернатора Смоленской области, которые буквально в ультимативном формате потребовала от главы администрации Смоленска того, чтобы были отстранены от занимаемой должности. Коротко расскажите, что же все-таки произошло? Что произошло, наверное, может дать ответ тот, кто, наверное, это сделал. Но действительно, в январе в мой адрес были нелицеприятные высказывания губернатора. Конечно, это имело воздействие на меня, потому что психика у человека не всякая выдержит таких... Причинок. Да. Поэтому, ну что ж, человек не может быть железным. Значит, моя психика сдала. Поэтому я приболел немного, значит, ну, после выхода с больничного 24-го числа я вышел на работу, то есть позавчера. Ну, а вчера я получил распоряжение главы города о том, что со мной расторгнут договор. Я слышал, что, ну, в одном из СМИ писалось, что к вам чуть ли не делегация из чиновников администрации города пришла во главе с господином Саваренко. Для чего все это нужно было? Вы как-то сопротивлялись? Вас нужно было вынести из кабинета? Да нет. Ну, дело в том, что ситуация была очень простая. Я в вторник, 25-го числа в 10 часов я проводил планерку с начальниками отделов управления своего. Ну, а где-то в 11-м часу, может, 15-20, не знаю, ну, зашел господин Саваренко и в сопровождении четырех работников администрации попросил где-то без работников пообщаться. Поэтому я оставил свой коллектив и в другом кабинете мне предложили, спросили, готов ли я написать заявление об уходе. Ну, для меня это было, конечно, шок. Я задал вопрос, в чем вот причина, да. Мне дважды повторили, готов ли я написать заявление об уходе, на что я сказал, я не понимаю, о чем идет речь. Тогда мне дали под роспись распоряжение о моем увольнении. Я расписался и на этом разговор с работникой администрацией был закончен. Дальше я продолжил планерку, значит, и до конца рабочего дня я выполнял свою функцию обязанности. Ну, наверное, работать в коллективе, где тебя не ждут или где тебе не рады, это вообще некомфортно. Вы, наверное, готовились к такому повороту событий, вот как мне кажется. Мы же понимали, что все-таки как-то на вас, ну, вы нежеланный гость администрации города. Почему нежеланный, мы еще с вами поговорим. И у вас будет возможность высказать нашим зрителям свою точку зрения. Зачастую люди питаются какими-то слухами, там, домыслами и так далее. Ну, я бы не сказал, что меня не ждали в управлении, наоборот. Работники моего управления, наоборот, ждали, скорее всего, мое воздравление и выхода на работу. И то, что, когда я провел планерку, я это почувствовал, да. А то, что кто не ждал, не знаю, потому что, ну, раз выдали распоряжение об увольнении, значит, наверное, не ждали. Ну, или ждали, чтобы вручить распоряжение. Ну, это уже воля тех, кто это подготовил. Я понял. Борис Альбович, ну, я даже хотел бы задать вам вопрос, ну, не только как журналист, а как житель города Смоленска. Ну, я, как обитатель социальных сетей, наблюдаю за теми репликами, которые общественность, да, высказывает в адрес городских властей, в частности, главного архитектора города Смоленска. Ну, вы главный архитектор, да. Соответственно, все, что касается архитектуры, у человека, у убывателя, априори, связывается с фамилией Лиденко. И, в частности, с фамилией Лиденко связывают тот, наверное, можно это слово применить, беспредел в плане точной застройки, которая происходит у нас в городе Смоленске, да, когда в дворах между домов начинают возникать сложившиеся, в кварталах сложившиеся застройки начинают возникать какие-то новострои, которые, мало того, что они здесь неуместны, так еще и архитектурная ценность, она, ну, находится на нуле или со знаком минус. Вот не могли бы вы все-таки рассказать, каким же образом получается так в Смоленске, что эти новострои у нас возникают, и может ли главный архитектор города каким-то образом повлиять на то, чтобы наш город все-таки был презентабельный и эстетичный с точки зрения архитектуры? Спасибо за вопрос. Конечно, может. Значит, главный архитектор, если взять советское время, это была единица, которая действительно, значит, была руководителем градостроительного комплекса, да, в городе. Что хочется сказать о Смоленске? Значит, хороший город, красивый город. По приглашению тогдашнего мэра города Халецкого в 2007 году я получил приглашение приехать из Витебска в то время работы главным архитектором города Витебска. До этого 10 лет я дал согласие, приехал сюда, потому что еще 10 лет я занимался до главного архитектора города Витебска реставрацией, восстанавливал храмы, памятники архитектуры. Поэтому мне импонировало город Смоленск, что здесь можно действительно приложить определенные усилия, чтобы город стал краше. Как-никак город с такой стариной, с такой историей имеет на это право. Значит, 12 мая 2008 года я приступил к должности главного архитектора города. Но так уж сложилось, что участки под застройку жилых домов или общественных зданий уже в городе отводились, начиная с 2003, может, еще раньше, да. И на момент прихода меня к этой должности было две ситуации. Первое, до 2007 года землей распоряжался город, администрация города, а по решению Думы областной с февраля и с марта 2007 землей распоряжаться стала область в лице Уполномоченного органа Департамента имущества и земельных отношений. Это было сделано областным законом? Это было сделано законом областной Думы. Какие там предпосылки были, что за причина, я не знаю. Это ресурс, понятно. Да, но тем не менее, конечно, у жителей складывается впечатление, что появляется забор, появится здание, и во всех грехах виноват главный архитектор. Конечно, в чем-то он может виноват, но если бы он изначально участвовал в этом процессе. Но, как я увидел ситуацию, до моего прихода земля в городе, по сути, вся была, ну, по заявлениям граждан, юридических лиц, строительных организаций, розданы потеянные цели. И даже территории, которые отводились под жилые образования, с учетом сноса, где сейчас жалобы идут, да, без аукционов до 1 ноября 2006 года. С 1 ноября 2006 года был закон о проведении аукционов, но с 2006 года, по-моему, уже нечего с аукциона было продавать. Да, поэтому, естественно, незаметная работа проводилась по поводу выбора земельной участка. Это акт выбора, который подписывают все службы, заинтересованные города, в том числе земельные службы и так далее. Значит, и администрация города в лице тогда полномочия, кто там, земельная служба, значит, архитектор или там замглавы. Значит, приказы, когда землей распроезжался город, издавал глава города. С 2007 года, когда полномочия перешли в области, приказы и договоры аренды на земельные участки издавал уже департамент и полномочий орган имущественных земельных отношений области. Поэтому, имея у инвестора или у частного лица земельный участок в аренде, он уже имеет право обращаться в администрацию по регламенту для дальнейшего проектирования. И уже на этой стадии архитектор никак не может повлиять, чтобы не выдать градостроительный план для проектирования, поскольку земля уже у него есть. То есть, получается, что главный архитектор это такая техническая фигура, которая является посредником между областным департаментом по имущественным и земельным отношениям и тем гражданином или юридическим лицом, который пожелал построить в том или ином месте дом. Главный архитектор оказался в данной ситуации заложником ситуации, поскольку основой для развития города является генеральный план. Он периодически разрабатывается на перспективу, надеюсь, 15-20 лет. Последний генплан был разработан в 1992 году, он был рассчитан до 2010 года. Вот когда я приступил к своей работе, мы, естественно, поставили вопрос, что подходит срок реализации или функционирования юридического генплана. И мы разработали программу, которая позволила разработать новую корректуру, сделать генеральный план 1992 года. Далее в развитии генплана, согласно кодекса, разработали правила землепользования застройки города. И дальше должны были проводить работу по разработке проектов планировки, что соответствует кодексу. Генплан разработан, утвержден 22 декабря 2009 года, 15 октября 2010 года утверждены правила землепользования. Параллельно с этим, на основании концепции генплана, который был одобрен в 2007 году, город разработал в лице управления полномочного органа архитектуры и градостроительства программу развития города в части разработки проекта планировки. За это время были разработаны проекты планировки многоэтажной застройки Красническое шоссе, Миловидово-1, Миловидово-2, Юг-3, индивидуальные застройки Пасово, Анастасино, Подснежники. Значит, дабы на тех территориях, где будут разработаны проекты планировки, можно было в дальнейшем развивать жилье, социальную инфраструктуру, детские сады и школы. И поскольку мы имеем и застроенную территорию, с 2011 года по инициативе администрации мы, управление архитектурой, являемся заказчиком по разработке проекта планировки застроенных территорий. Что это дает? Это дает проектам, предусматривается перемеживание всех тех домов, которые существуют, в рамках норм СНИП, чтобы территории соответствовали тем домам, которые находятся там. Определить красные линии, дабы за красные линии не было возможности уходить за стройкой, определить коридоры для инженера сетей. Но красные линии вы имеете в виду дороги, которые... Давайте все-таки вернемся к вот какому моменту, к вопросу о межевании дворовых территорий. То есть, насколько я понимаю, главные причины того, что у нас сейчас во дворах жилых домов появляются новостройки, новоделы, точечные. Причина в том, что дворовые территории не размежеваны. И застройщику у городских властей фактически нет законного основания отказать застройщику в том, чтобы не дать ему построить там в том или ином месте очередной новодел. Какие-то действия в этом отношении, в этом направлении предпринимает городская администрация. Насколько я помню, год или два назад была компания по межеванию, и вроде как даже нашли какую-то подрядную организацию, которая должна была выполнить вот это межевание, да? И на этом вопрос точный застройкой закрыть в городе Смоленске. Получилось тогда что-то или нет? Дело в том, что именно что согласно кодекса должен быть геймплан, правила и проект планировки. И межевание, да? Но до... Ну, с третьего, как я говорил, до восьмого года земельные участки выделялись без наличия проекта планировки. То есть, это на основании земельного кодекса 31 статья по акту выбора. То есть, захотел заявитель, ему кусочек земли отдали, а оснований, обоснований никаких не было. То есть, сейчас то, что мы видим, это земля, которая была выдана до 2000 года. Мы сегодня пожинаем плоды, еще будем, наверное, не один год пожинать плоды тех действий, которые были совершены до восьмого года. Но сейчас какие-то заслоны сделаны? Я понял. Значит, в 2007 году, 15 мая 2007 года, я еще не был в Смоленске, но есть протокол, который возглавил замглавы по архитектуре градостроительства Канькова Алексея Федорович и члены комиссии, которым было определено принцип межевания жилых домов, где было прописано, что межевать необходимо по 6 метров от жилых домов для обеспечения пожарной безопасности и так далее. И за 2007 год было отмежевано более тысячи домов. Это привело к тому, что территория, которая за пределами межевания, оказалась неразграниченной. И ей уже распоряжалась область. Естественно, в 2007 году это дало еще дальнейший толчок инвесторам обращаться на ту землю, которая не разграничена. Поэтому появились вот эти вот, так называемые, точечные застройки, появились договоры о ренде. И если есть договор о ренде и приказ, который подписан в Департаменте межземельных отношений области, у архитектора нет никаких законных оснований противодействовать. Поэтому сегодня, я еще, начиная с 8 года, мы пожинаем плоды того, как межевалось. Да, отвечая на вас вопрос, мы поэтому и начали с 11, вот вышли с инициатива Горсовет, чтобы нам выделить сестра. Да, и мы уже разбили город где-то на 55 кварталов, которые необходимо провести проект планировки и межевания домов. И уже около 30 кварталов проект планировки разработаны и отмежеваны. Но в связи с тем, что финансирование недостаточным, эта тема будет и длиться дальше. Я все-таки хотел бы уточнить, да, то есть данный проект, он был запущен в 2011 году. Застроено. Да, финансирование под новое межевание, да, оно было выделено. Отмежевано 30, вы сказали, да? Ну, где-то вот. Около 30 дворов. Кварталов. Кварталов, да, около 30 кварталов. И сейчас, я так понимаю, данная программа, она заморожена. Либо нет, она продолжается. На мере поступления. Она продолжается, на этот год выделены небольшие средства, поэтому в этом году есть один переходящий объект. Вот 21 числа Бином, организация проектная, сдала один из кварталов проект планировки. И сейчас готовится уже на аукцион один квартал, поскольку денег хватило, значит, на разработку еще одного квартала. Поэтому в этом году денег выделили на полтора квартала. Скажите, вот эти предпринятые меры, их эффект, через сколько лет скажется? Либо смогут ли они каким-то образом дезавуировать то межевание, которое было сделано, скажем, в 2007 году? И сможет ли данная мера, ну, те запланированные новострои, которые были сделаны, предположим, несколько лет назад, ну, не дать им возможности? Дело в том, что проект планировки, который сейчас разработан, да, проектной организации учитывается территория, ну, необходимая для жилых домов и так далее. Но на этих кварталах, в этих кварталах есть территории, которые были отведены в третьем, в пятом, в седьмом году, да. И просто так проектная организация может показать, что здесь находится участок, который находится в аренде или в собственности, да. И он сегодня, ну, мешает нормальной жизни. Данный участок можно только через суд, если это возможно. Просто проектом планировки сказать, что вот не должно там ничего быть, проект планировки показывает, что здесь есть нарушение. Если это нарушение через суд отбивается, ну, тогда можно говорить о том, что это результат. Если суд не примет решение, значит, то, что было ранее и принято городом или областью, тогда будем иметь то, что имеем. Борис Владимирович, вот вы говорите о судах. Все-таки, какова позиция по данному вопросу у администрации города Смоленска? Есть ли у нее заинтересованность в том, чтобы, ну, вот, если так уже на чистоту, в том, чтобы отстоять, да, те или иные придомовые территории, либо она занимает такую попустительскую позицию? Значит, при, если взять статистику, вот, то, что я знаю, да, после моего прихода, значит, то, что я застал, заявок, ну, заявка, поскольку землю распоряжается область, по регламенту инвестор обращается в департамент имущественных отношений, департамент направляет нам документы. Мы рассматриваем и дается ответственное заключение. Я бы сказал, 90% заявок это отказные, мы отказывали по причинам, нарушениям, гражданство и так далее. Заявители, не соглашаясь с этим, обращались в суды, и в большинстве случаев суды шли навстречу заявителю. Даже при наличии разработки, то есть вот в разработке находится квартал, разрабатывается проект планировки, выделены бюджетные средства. Суды не принимали его внимания, не принимают его внимания, пока проект планировки не утвержден. И идет навстречу, я об этом писал в газете, что у нас получается вилка определенная. Если взять пример, вот Шевченко-Сурши 48-50, в те годы, в шестом или седьмом году... Там, где собирались строить водовой центр, на месте детской площадки... На месте разрушенной кирпичной детской площадки, в советское время она там была. Значит, тогда обратились жители, и обратился ко мне депутат горсовета Левант. И я предложил выйти с предложением в суд, и при помощи депутата, значит, было обращение в суд, долго судились. В конце концов, значит, восстанавливалась справедливость. И город в лице земельного управления провел неживание этих жилых домов, территорий. Когда направили в Казахстанскую палату для регистрации, Казахстанскую палату отказала. По причине, что отсутствует проект планировки. Когда-то, в те времена, значит, все было можно, и вдруг все стали читать хорошо кодекс. А проект планировки у нас был запланирован в программе на следующий год, то есть, по годам не буду говорить. И приставы нас целый год терзали, штрафами, значит, подъявляли за то, что мы не можем людям отдать землю. И получается, вилка, что отмежеванная земля, а без проект планировки не дают. С Шевченко 46, 48, 50, о чем вы сейчас говорили, там точка поставлена в этом деле? Или все-таки... Проект планировки разработан в прошлом году, значит, утвержден, по-моему. И вопрос... Точка поставлена после того, как принято решение суда. Все, она поставлена. Просто люди волнулись. Апелляции, касации? Нет, люди после этого начали жаловаться на администрацию, что они до сих пор земли не имеют. Хотя решение суда есть. Администрация ждала, просто не ждала. Есть процедура, утверждение проект планировки расстребует. Это все работаете завершенно. Борис Владимирович, по поводу сомнительной архитектурной ценности целого ряда новостроек. Ну, вот пресловутая гостиница «Колокол» на улице Багратиона, целый ряд других объектов, которые совершенно не вписываются в окружающее пространство. Каким-то образом главный архитектор может повлиять на то, чтобы вместо какого-то уродца появилось нормальное органичное здание? Или вот это все архитектурное буйство в Смоленске, оно идет как-то параллельно главному архитектору, он ни в коем образе не может на это повлиять? Понимаете, я однажды задал нашим ведущим архитекторам, в частности, Абаляну, Мирику Голуновичу, говорю, Мирику Голуновичу, а вам нравится это здание? Здание хорошее, только вот окружение, надо дома жилые снести. Я говорю, так вот, надо было, наверное, сначала думать, прежде чем отводить земельный участок под здание. Самая первая ошибка, это то, что в свое время город, еще в те времена, отвел площадку, которая изначально не должна быть занята зданием. Там любое здание поставь, оно будет мешать. И сегодня здание, которое минует колокол, хозяин пришлось, пожалуй, жителям выкупить 3, 4 или 5 квартир, потому что нарушилась инсоляция. А уже нарушение инсоляции и всего остального, здесь вина того автора, того архитектора, который запроектировал вот это здание. Но для того, чтобы наши зрители понимали, в прессе где-то проскальзывает, что вот виноват главный архитектор. Да, может быть, я виноват, но отношение ни к отводу земельного участка, ни к согласованию этажности, ни к согласованию фасадов, никакого отношения не имеют. Нет, вот я упрощенно говорю, к вам приходит юридическое лицо или частник, который хочет построить дом, ну или к вам администрацию города. Он хочет построить вот такой дом в форме колокола, квадрата, треугольника, чего угодно. В данном случае администрация города может ему сказать, нет, дорогой друг, вот это здание, оно не вписывается в окружающий ландшафт, мы запрещаем тебе строить такой дом. Вот есть ли у вас полномочия такие? Значит, при наличии земли, какое бы красивое здание вы не построили на территории дворовой территории, на территории двора или жилой дом, как бы он прекрасен ни был, никогда не будут жители довольны, потому что ущемляются их интересы, понятно, изначально. Но это все привело к тому, что все вроде бы делали по закону, а в результате оказалось, что все-таки люди были обижены. Главный архитектор имеет влияние на то, чтобы тем или иным образом был отделан фасад и так далее, но архитектор не может запроектировать за архитектора. Можно раз вернуть, второй вернуть, но за качество архитектуры облика отвечает та проект организации, которая имеет лицензию. Это его ответственность перед жителями и перед собой. Борис Анатольевич, вы, ну, при Смолян, имеете репутацию белорусского главного архитектора города Смоленска. Вы уроженец Белоруссии и, насколько я понимаю, работали на территории Белоруссии по специальности. Ну, Смолянам не надо этого рассказывать, когда мы пересекаем границу с Белоруссией, едем в тот же самый Витебск или в ту же самую Оршу, мы видим колоссальную разницу в отношении городских властей к архитектуре. Вот с вашей точки зрения, в чем залог успешности вот этой белорусской архитектуры? Может, она там не блещет изысками, но она какая-то правильная, упорядоченная, и города там более комфортные? — На фоне Витебска или на опыте Витебска, да, могу сказать, до приезда в Смоленске работал главным архитектором города 10 лет, 4 месяца, 3 дня, да? — Вы работали 10 лет. — Я работал 10 лет, 4 месяца и 3 дня главным архитектором города Витебска до приезда в Смоленск. Значит, уехал по приглашению Холецкого и с благословения, значит, ну, с жалостью, но мэр тогда же Натроздов отпустил меня, и я подал в отставку, уехал в Смоленск. Значит, главная причина в том, что в Витебске, в Беларуси, с землей распространяется город. Тот орган, который разрабатывает генеральный план, и в городе Витебске главный архитектор отвечает, но и имеет полномочия. Здесь архитектор отвечает, полномочий никаких не имеет. Поэтому, но тем не менее, работая в Смоленске, готовясь к праздник 1100-летия, по инициативе главного архитектора и управления архитектуры, мы разработали концепцию подсветки города Смоленска, мы разработали концепцию колористического решения всех магистральных улиц, то, что сегодня можно увидеть. Через руки главного архитектора прошли все фасады исторического центра города Смоленска и Пржевальская улица, и Большая Советская, Гагарина и Николаева. Поэтому сегодня можно посмотреть. Это то, что изначально, то, что можно сегодня сказать, хорошо или плохо, это я поставил подпись под каждым фасадом этого дома. Что касается точной стройки, тут, понимаете, если плохо посажено здание, какое бы ни было красиво, говорил, оно так и будет восприниматься. Я понял. И сегодня есть еще возможность. Дело в том, что по нашей инициативе и область приняла решение 16 октября, ноября 2012 года и запретила уже оформлять земельные участки по акту выбора, только с аукциона. Но все равно последняя точка не поставлена. Сегодня все равно нужен объект, не объект, а проект документа или постановления, или дума областного, или областного закона, запрещающий любое строительство, даже с аукциона, без наличия проекта планировки, что говорится в кодексе. Есть проект планировки, тогда можно законно, не нарушая интереса третьих лиц, проводить аукционы и застраивать те участки, которые нужно застраивать. Потому что наличие проекта планировки, Красненское шоссе, который разрабатывала администрация, наличие проекта планировки, почему-то сегодня не была учтена Департамента области по земельных отношениях и в 2010 году, без согласия города и администрации, с аукциона были проданы три земельных участка. Без социальной инфраструктуры. На Красном шоссе? На Красном шоссе. Там были что? По проекту планировки, который был разработан Брянским институтом, заказчиком было управление архитектурой, был микрорайон жилой, с размещением детского сада, школы и инфраструктурой социалки. После аукциона участок был разбит на три участка и продан под жилье, только под жилье. Те попытки, которые были сделаны мной записать в градострит-план, в тот документ, который основан для проектирования, что ввелась комплексная застройка с детскими садами и школами, было воспринято в штыки, и через суд эти требования были сняты, поскольку заказчик заплатил за землю под жилищное строительство. Сегодня стоит проблема, как же там все-таки сделать так, чтобы люди, которые получат квартиры, имели возможность в детский сад детей водить и в школу. Валерий Владимирович, я правильно понимаю, что все вот эти казусы наши градостроительные, они связаны с тем, что у города то ли нету генплана, то ли он устарел, то ли на него просто никто не обращает внимания? Генеральный план, как я сказал, очередной, разработан, утвержден 22 декабря 2009 года. Это основа, это стратегия развития города. Генеральным планом предусмотрено зонирование жилищного строительства, промышленного строительства, озеленения, инженерно-транспортной инфраструктуры. При разработке генплана основные вот кровофеносные сосуды, это инженерная инфраструктура, была разработана на основании технических условий наших технических служб, водоканала, теплосети, газ, электрика. И при утверждении все эти разделы, все эти магистральные сети были согласованы этими подведомственными службами. Сегодня остается каждой службе разрабатывать программы, выходить с предложением и прокладывать магистральные сети к тем микрорайонам, на которые мы уже разработали проект планировки. Имеем понимание, сколько там должно быть проживающих жителей, сколько должно быть социальной сферы, чтобы потом безболезненно строить жилые дома. Сегодня же мы имеем строительные подрядные организации, которые строят жилые дома, а сети, эти участки практически не обеспечены. А почему? Как так получилось? Ну, дело в том, что в генплане, в генеральном плане, в основном документе города это есть, но этим нужно заниматься. Значит, этим нужно заниматься какой-то структурой и в области, и в городе, чтобы иметь возможность развивать инженерные сети, выделять средства, выходить с программами, значит, в министерство. В свое время была инициатива города, в 2010 году мы выходили с предложением Минрегионразвития, значит, приезжал представитель Минрегионразвития, мы направляли туда материалы по генплану, по сетям, по дорогам, нам обещали, что включат пилотный проект, но эта тема осталась на бумаге. Я так понимаю, что генплан – это набор все-таки умозрительных пожеланий для городских чиновников, а эти пожелания, они либо согласуются с возможностями города, либо не согласуются, да? Плюс регулярно, да, я насколько понимаю, все вот эти точечные новоделы, о которых мы с вами говорим, они ведь не прописаны в генеральном плане, да? Но они каким-то образом тоже вносят коррективы в градостроительную политику. Они в генплане в общем прописаны, но согласно градостроительного кодекса, согласно градостроительной деятельности, на основании генплана разрабатываются проекты планировок территорий. И вот в проекте планировки уже конкретика указана. Это более детальный. Если в Советском Союзе был проект детальной планировки и проект застройки, то сегодня мы имеем эти два документа в один – проект планировки и межевания. То есть проект планировки и межевания говорит о том, сколько должно быть домов, сколько должно быть социальной инфраструктуры, какие должны быть ширины дорог, и где должны лежать сети. И этот документ – основа. Но мы не успеваем за инвесторами, поскольку этим вещами должны заниматься были еще 20 лет тому назад. Если взять историю, то на основании генплана, который заложен был еще ранее, последний путепровод у города был построен в 1989 году. С 1989 года в городе не проектировалось, не строилось ни путепроводов, ни мостов, ни магистралей дорог, ни сетей новых. А сегодня как воздух нужен, Северный мост, обходная магистраль. То есть должны быть дороги, сети, которые бы обеспечили развитие города. Город сегодня должен восстановить и в южном направлении, поскольку там есть территории, часть в западном направлении. Поэтому есть площадки, которые отданы инвесторам, строителям. Это Визовенька, вот 70 гектар, там разработан проект планировки, проект генплан, тоже жилье, детские сады, школы нужно реализовывать. Это и гражданстрой на юге разработал часть своей территории под застройку. Ниловидов. Ниловидов, да. Поэтому сегодня это есть, но проблема большая. Мы должны все, то есть и область, и город, все службы, нужно нацелить на то, чтобы находить средства, потому что это большие деньги, для развития инженерно-транспортной инфраструктуры. Могу привести пример. Мы разработали проект планировки индивидуальной жилой застройки подснежники. Там 443 участка. Ну, так оказалось, что мы не успели утвердить генплан проект планировки, а департамент по судам отдал все 443 участка частникам для индивидуальной застройки. Инженерно-транспортная инфраструктура только подснежников по проекту планировки стоит около 1,4 миллиарда российских рублей. Бюджет города 3,5 миллиарда. То есть вы понимаете, что это такое? Что город сам все это не потянет. Но то же самое касается и Южного коллектора, о котором уже говорят лет, наверное, 10. Да. Если не больше. Мы должны не критиковать друг друга, а собраться и решать какие-то проблемы. Но если самим не хватает возможности, надо выходить на федеральные структуры, что все-таки город исторический, и надо же как-то развиваться. Потому что если сети и дороги не будут развиваться, город просто встанет. Борис Новимович, Смоленск, ну, как бы традиционно считался городом зеленым, городом скверов, парков. Вот у нас несколько лет назад фактически уничтожили парк тысячестолетия Смоленска. Сейчас под большим вопросом сквер Гагарина на проспекте Гагарина, где стоит его бюст. Как у нас вообще в Смоленске обстоят дела со скверами и зеленой зонами? Вы знаете, в генеральном плане города Смоленска 1992 года, 2009 года, скверы определены как зеленые зоны. Но есть одна тонкость. Все зеленые зоны должны быть отмежеваны и быть либо в муниципальном собственном городе, либо в области. То есть, где-то должен быть хозяин. Так уж получилось, что, насколько я владею ситуацией, когда город распоряжался землей, большое количество скверов были отмежеваны земельной службой под скверы. Были отмежеваны и использованы под сквер. Но, наверное, тогда, то ли одно недопонимание, не были переданы эти земли для обслуживания, допустим, земельных хозу или еще куда-то. Постепенно они зарастают. Нет, 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 не в этом вопрос. И спустя некоторое время на эти участки начали заявляться инвесторы для того, чтобы на этих скверах строить те или иные объекты. Если они отмежеваны, как скверы. Так вот, я отвечаю на вопрос. Значит, и случилось так, что по судам, судам, да, есть пример, вот на Черняховского, угол Черняховского и Нормандии-Нема, да, зеленая зона, там сквер был отмежеван и в тримпункт под сквер. Ну, обратились инвесторы в суд, в этом пытались доказать, но суд, вернее, это был еще ранее, арбитражный суд, то ли область обращалась, что не до конца город, процедуру довел, и суд отменил бессрочное пользование администрации города. Бессрочку. Качка сфера, да? Качка сфера. А оставил только формирование под сквер, что участки стали сформированы, но второй пункт, который был написан, что передать городу без срочного пользования, этот пункт отменен, поскольку якобы не довели до конца. Это было сделано арбитражным судом. И потом, когда инвесторы обращались, вот в данном случае, по Черняховского, на Гагарина, перед Гагарином угол Николая Ивановича, мы отказались с тем, что это сквер, и когда мы доказывали в суде уже, что это сквер, вот должен быть сквер и так далее, нам судья сказал, так мы имеем решение арбитража суда, где у вас бессрочное пользование закончилось. И суд идет навстречу частнику и дает сквер, поскольку он сформирован, а как сквер не зарегистрирован. То есть, казалось бы, бюрократический механизм не завершен. И таким образом отдали и Гагарина, и Черняховского. Что теперь будет со сквером Гагарином? Значит, мы судились, дошли до Верховного суда, и нам везде отказывали, хотя есть областной документ, по улице Гагарина есть дом специалистов, есть охранные зоны, которые накладываются и на сквер перед Гамаюном, и на сквер, так называемый Хасан, напротив Гагарина, не пошли суды навстречу городу, и инвестор был удовлетворен по Гагарина. Но тот сквер, который называется Хасан, мы все-таки отвоевали, и там уже сформирован. Мы обратились в область, сделали предложение архитекторы, и на основании этого предложения он был сформирован под сквер и передан как положено. То есть, мы сейчас говорим о сквере Хасан, потому что с другой стороны есть сквер с Гагарина. Поскольку пошла такая ситуация, еще у времена господина Антуфьева за подписью главы города были направлены письма с просьбой провести инвентаризацию и дать возможность городу провести инвентаризацию и зафиксировать как скверы. И просили, чтобы либо область провела эту работу, содействовала нам оказать. Нам было отказано в этом. Сейчас каким-то образом проводится какая-то работа, но я не знаю, я далек, потому что земельщики занимаются теми вопросами. Но, тем не менее, обращения такие были, и область не шла навстречу. А по поводу сквера напротив Гамаюна все-таки не отвоевали, да? Ну, по скверу у Гамаюна мы проиграли администрация все суды. Но когда обратились инвесторы за Градпланом, там мы нашли новые обстоятельства. Какие? В то время мы разрабатывали проект планировки, то, о чем я говорил, да? И проектом планировки, который прошел публичное слушание и утвержден, сквер Хасан, он является сквером. Поэтому мы на основании того, что публичные служения, которые провели с горожанами, на основании утвержденной предпланировки, отказали в Градплане. Пока вопрос уже полгода завис, инвестор не обращается. Я думаю, все-таки, что если здравый смысл, наверное, возьмет силу, значит, там все-таки останется сквер. Насчет Красного Бора. Не так давно администрация города проводила публичные слушания, в ходе которых под коттеджной застройкой была отдана достаточно значительная территория, которая раньше принадлежала пионерлагерю. С вашей точки зрения, сможет ли Красный Бор противостоять вот этой пагубной ситуации расширения коттеджных поселков и индивидуальной застройки? Понимаете, опять-таки, возвращаясь в историю, когда развал Союза произошел, пионеры лагеря перестали жить, эти земли просто были розданы одному, второму, третьему инвестору. И если земли эти находятся в собственности, только через суд можно ее забрать. Но кто будет сегодня судиться, вопрос. И если это, смотря в каком участке идет речь, одним из пионерлагерей, там была зона Ж1, потом переводилась, потом опять. Курсовет принял решение, пошли на встречу, опять вернули в состояние Ж1 и идет застройка. Ну, наверное, в данном случае, так сказать, критиковать-то надо бывших собственников, которые в свое время отдали эти земли, влезо того, чтобы построить на их месте. Такая ситуация прошла с детскими садами. Я могу параллель привести с Витебском и Смоленском. В Витебске тоже наложилась перестройка. И когда все начали строить дома, но на тот случай у города Витебска были разработаны проекты планировки, застройки на каждый микрорайон. И уже определены были территории под дома, под детские сады и школы. Было желание все территории школ застроить, и детские сады особенно, жилыми домами. Я лично отстоял позицию, что дети все-таки будут рождаться, люди и так далее. И мы не дали ни одни детский сад застроить жилым домом. В Смоленске произошло обратное. Все участки, даже Киселевку, Ковку, на месте детского садика город в свое время, в 7-м или 6-м или 5-м году, с аукциона продал под жилье. Там гражданстроен построил дом. Сегодня нельзя винить гражданстрою. Они с аукциона выиграли и построили. То есть сегодня надо видеть власть, которая была тогда, и все участки, которые были, продали под жилые дома. Детские садики передали ведомственные, опять под что-то. Ну, значит, тогда в перспективу не смотрели. Парк тысячестолетия Смолецка каким-то образом будет преображаться или вот теперь он останется таким придатком к новому торговому комплексу? Нет, но в свое время на парк тысячестолетия был разработан проект на документацию. Она реализована. Вопрос в обслуживании. Все, нужно за ним смотреть. Не только тем, кто обслуживает, но, наверное, тем, кто там и гуляет. Потому что только когда только построили, мы имели результат вырванные светильники, покрученные скамейки. Это же мы, жители города, это делаем. Понимаете, если сегодня одни делают доброе, а вторые плохое, значит, ну, это плохо. То есть все-таки для горожан делается благоустройство. Но то, что торговый центр там появился, ну, результат публично слушания 2007 года. В которых вы тоже принимали участие, насколько я помню, я не был в должности, просто присутствовал при всем. У меня право голоса в 7-м году не было. Я был здесь, значит, работал, был переходный период. В должность я вступил еще, повторяя, 12 мая 2008 года. Борис Владимирович, если вам можно, планы на будущее? Планы на будущее? Ну, такой вопрос. Вчера я только получил, будем говорить, постановление об увольнении, поэтому я еще ничего не думал, мне надо осознать, потому что для меня это была неожиданность, во-первых. Что же делать, значит, я так понимаю, что руководству видней, раз расстроить договор, я обдумаю свои дальние шаги, но пока ничего не решил. Ну что ж, большое спасибо вам за интересную беседу. Напоминаю вам, что гостем нашей программы был бывший главный архитектор города Смоленска Борис Левенко. До встречи. Субтитры подогнали Симон.